Современная Россия Массовый протест дальнобойщиков против заоблачных поборов со стороны государства охватил большинство регионов России. Этим людям просто не оставили выбора. Если они сегодня не будут стоять за свои права, то уже завтра их семьям нечего будет есть. Время шуток уже прошло. Люди действительно доведены до отчаяния. Наши депутаты довели до этого состояния. Именно до этого состояния наш власть. В 1917 году Николай II свернули за то, что он не вышел с народом. Он с народом не вышел. Мы также можем свернуть путиновские политики, медведовские политики. Мы рабочие. Нужно знать традиции и менталитет людей Кавказа, чтобы понять эмоции этого человека. Это не импотентская белоленточная интеллигенция Москвы и Питера. Люди от Сахи более решительны, особенно когда у них отбирают кусок хлеба. Это житель Дагестана. Богатейшей республики, которую до нитки обирает блюющая деньгами московская метрополия. Дагестан – заложник колониальной политики Москвы. Сам Дагестан зарабатывает денег больше, чем получает через дотации обратно. Через порт в Махачкале проходит огромное количество грузов. Все таможенные сборы напрямую отправляются в федеральный бюджет, минуя региональный. В республике прекрасное производство вин и коньяка. Прибыль с деятельности огромных заводов имеет Москва, а не республика. Ну и, наконец, Дагестан после Персидского залива – самый важный нефтяной регион в Евразии. Однако все деньги забирает все та же Москва. А дотация – это прекрасный способ контролировать и местную власть, и местное население. То есть, если будете рыпаться, то вообще все сдохнете с голоду. Это характерный пример функционирования российской государственной машины, которую можно назвать колонией с пирамидой угнетенных народов или антинациональным государством. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя. Как показывает практика, такие государства не имеют исторических перспектив и попросту разваливаются. Ведь нельзя просто постоянно отбирать, отбирать и отбирать, без всяческих последствий. А еще нельзя держать народ за быдло. А то ведь он может и обидеться. Вернее, он уже обиделся. То, что мы наблюдаем сейчас по всей России – это первые ласточки. Массовые акции дальнобойщиков показывают мощный протестный потенциал российских низов. Эти события обязательно войдут в историю, вне зависимости от того, к чему это все приведет. Мы же ведь все наслышаны о русском бунте – бессмысленном и беспощадном. Да, кстати, в 1972 году в Чили крушение марксистского режима Сальвадора Альенде началось именно с массовой забастовки водителей грузовиков. Кремль собственными руками делает себе Майдан под собственным носом. У нее это, блядь, все глотаем, 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 они и разы стараются, хуй, блядь. У них карманы-то они же, блядь, резиновые, ебать, блядь. Им плохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok